Всем привет! С вами Андрей. У нас прохождение охотницы ShutterPixel Dungeon. В данный момент мы находимся в локации тюрьма. Собственно, у нас охотница 11 уровень. У нас вот такие вот способности в данный момент. Вот такой вот у нас инвентарь. По зачарованиям у нас тут маскировка стоит и, собственно, всё. А, ну и хаос на оружии. Кольцо у нас энергии. Вот. Переходим на 8 этаж. Мы видим квест, собственно, старого чародея. Давайте его заберём. Нам подсказывают то, что нам нужен прах мертвеца. Прах мертвеца защищается в большинстве случаев деревянной баррикадой. Собственно, здесь нужно зелье холода, либо, собственно, зелье воды. Также может подойти палочка холода, чтобы перекрыть эти... Давайте посмотрим, что это за зелье. Это пурпурное зелье. Не ясно, что оно из себя представляет. Но ключ нам не может очень нужен будет. Поэтому мы должны будем найти зелье холода. У нас присутствует одно пурпурное зелье, одно фиолетовое. Давайте посмотрим, что у нас по зелиям. Вообще, в целом, у нас токсичный газ, невидимость и очищение. Давайте в целом исследуем уровень и посмотрим, что нам может предложить текущий уровень. И мы, в принципе, у нас узнаем, что именно конкретно оно нам может предоставить. Там, как вы видели, ДМ пришел. Он красный. С красным ДМом лучше как можно раньше драться. Но он нас не увидел и убежал от нас. Это мимик. С мимиками эффективнее всего драться на дистанции. Поэтому давайте отойдем от мимика подальше и будем просто начать его расстреливать. Нам дали булаву. Как вы видите, ДМ у нас даже сквозь стены видит, что удивительно. Вот, собственно, еще один чемпионовский ДМ, который очень больно бьет и который очень сильно любит защищаться. Нам дали палочку или молнии. Собственно, некромант. Некромант чем опасен? Он призывает на свою сторону лучника. Точнее, не лучника, а скелета. Блин, как же нам не везет, а? А чтобы вы понимали, к нам в спину подошел маг, но это ожидаемо. Давайте попытаемся от него избавиться с помощью телепортирующего дротика. Да, он нам все равно в спину удар дал. Давайте поедим. Собственно, забрали свой проецирующий дротик. Проблема в том, что у нас очень-очень мало места. Нам бы хочется все унести, но у нас нет такой возможности. Вот, поэтому выкинем тогда свитки пока что. Вообще, в целом. Посмотрим, что у нас за уровень. Чтобы просто иметь представление. Собственно, страж. Сильный моб очень. Он самый сильный из текущей локации. Не считая, наверное, некроманта. Некромант, скорее, самый надоедливый. Некромант у нас... Обратите внимание, скелет имеет свою волю. И он умудрился обойти нас. Нашли алхимический огонь, это хорошо. Алхимический огонь, это у нас... Собственно, деактивация ловушки. Деревянные баррикады, так называемые. Давайте используем электричество. Палочку. Она у нас не проклятая. Значит, мы можем ее поставить на быстрый слот. Собственно, мы нашли как раз квестовую локацию, которая нам, собственно, нужна. Хорошо. В идеале нам дотащить, собственно, его вот досюда. Давайте посмотрим весь этаж. Ну, вообще, прилично идти тут, конечно. А если у вас были бы цепи, конечно, мы, собственно, уже нашли призрака. Собственно, нашли свиток логуз. Непонятно, что он из себя представляет. Есть ли переход? Да, переход здесь есть. Давайте этот свиток выложим. Какая греша. Еще и стража нарисовала. Мы прокляли... Прокачали прочные снаряды. Прокляли, собственно, стражи. Стража проклинает только в том случае, если у него очень мало здоровья. Давайте выложим лишнее. Пластинчатую броню. И, собственно, боевой топор. Так же неопознанный свиток выложим. Начинают респаумиться призраки в большом объеме. Но нам повезло. Нам повезло. Какая гресь. Как же много призраков. Офигеть. Собственно, отдаем ему его проклятый прах мертвеца. Интересно, если его снять проклятие с него. Ха-ха-ха. Но, опять же, мы это проверить не сможем. У нас нет снятия проклятия. Давайте заберем у него палочку. Это, скорее всего, будет ударная палочка. Палочка взрывной волны, так называемая. У нас она плюс один. Шикарная. Чем хороша палочка ударная так называемая взрывной волны, тем, что вы сможете отбрасывать своих врагов. сай и отталкивание. Это шикарно. На самом деле, отталкивание для лука это шикарно, потому что мы можем своих врагов отталкивать от себя. Давайте попробуем их одеть. Мы их, собственно, одели. Они оказались неплохими. Нашли холод. Нашли холод. Собственно, бросаем холод в огненную ловушку. Также, если у нас есть мясо, можно и мясо забросить, которое сырое, чтобы оно стало замороженным. забираем, собственно, ключ. Пурпурное зелье, горшок. Также забираем замороженное мясо. У нас есть ключ. Давайте активируем дверь. Мы видим еще одного стража. Отталкиваем его от себя и расстреливаем. Мы видим, что это круговая локация. А здесь у нас алхимика. Шикарно. Давно не было алхимика. На самом деле, он очень полезен и очень нужен. Давайте посмотрим, как мы могли бы сделать расщепление. Расщепление делается из семечка рунного камня. Мы получим трансмутацию. Ну, трансмутация имеется в виду продажа. рунный камень, рунный камень и семечка. В принципе, мы можем сделать расщепление. Давайте вместе с вами его и сделаем. Чтобы не бегать для торговца, рунный камень. Ну и собственно, за две единицы энергии я думаю, нам погоду не сделает. Зато у нас присутствует теперь расщепление, которое нам нужно единственное его подзаменить. Расщепим собственно булаву, расщепим. Серб. Пока так. У нас по идее не густо. Был бы пирог, мы что-нибудь собрали, а так у нас нам подсказывает то, что у нас нет места, чтобы что-то поднять, поэтому давайте все лишнее выкинем в виде свитков по крайней мере. Поднимем топор, топор и собственно кольчужную броню у нас значит будет расщепить. как-то так. Переходим на следующий уровень, единственное можно забрать сразу один свиток, чтобы у нас место он не занимал. Собственно пластинчатые брони пока выкладываем, как и топор. идем на предыдущий уровень, забираем свитки. Давайте убедимся в том, что уровень весит следован. Да, у нас тут присутствует алхимик, что хорошо. А, я не подумал. Нам нужно было бы еще в идеале огонечко сделать себе, чтобы не заморачиваться. Да, наверное, стоит сделать. Давайте посмотрим, сколько это у нас будет стоить. Собственно 4 единицы и еще и 10. То есть 10 плюс 4 это 14 единиц. У нас в данный момент 8. Нам нужно получается еще плюс 6. Как вариант можно расщепить лагуз? Ну и какой-нибудь взрыв, например. Вот волшебный взор. Давайте сбегаем, сделаем себе огонь. На следующий случай. Пускай лучше лишний будет. Взор расщепляем. У нас 18. Нам в принципе хватит, чтобы ничего больше не расщеплять. Собственно делаем себе предсказание. Ускорение превращения токсичный газ очищения. Шикарно. На самом деле нам по сути больше. Это вдохновленный чемпион. сына выдраться на у него очень высокая точность. Вы скорее всего по нему будете просто мазать. У нас оружие судя по всему низко уровняем. Почему я это понял? Потому что мы по этому чемпиону попасть не можем. Отбросим его. Да судя по всему у нас мы убили собственно вдохновленного чемпиона и получили с него еще кожаную граню ощипили ее тоже за ненадобностью. Поспорим что у нас за свитки еще раз. У нас собственно ужас превращения зеркальной копии. Давайте расщепим наркознанный свиток который у нас присутствует. на это зеркальные копии были но в принципе практически ничего не потеряли. нас присутствует также давайте вместе с вами сделаем все-таки огонь себе. сделали огонь хорошо данное зелье дает данное зелье дает иммунитет к огню и оно чем полезно оно не особо будете заморачиваться с огнем. нам подсказывает наш талисман то что рядом с нами присутствуют ловушки. Вот давайте пока выложим перезарядку карту можно выбросить она нам не нужна и улучшение скорее всего нам тоже не нужно поэтому его в принципе но оно не горит в принципе единственное место занимает давайте выкинем тогда еще и грифель чтобы он нам не валялся также мы можем выкинуть пустафрукт алхимик у нас уже был поэтому нам пустафрукт не поможет от слова совсем в идеале выкинуть конечно и сломанную рукоять давайте ее выкинем чтобы она нам не мешала также выкинем перезарядку собственно две брони можно пока надо оставить с собой взять пускай не валяются скорополох шикарно и немножко золота собственно порошинка хорошо этого у нас растущий чемпион красного цвета мы опознали оружие но у нас 14 собственно у нас присутствует отталкивание 14 оружие но но из-за того что мы используем раньше у нас не работает отталкивание или работает давайте посмотрим из-за недостаточной силы и точность скорость ваших атак с этим оружием будут снижены кроме того вы не сможете совершать неожиданные атаки да не сможем совершать неожиданные атаки нет все таки отбрасывание работает собственно мы убили нам дали зеркальную копию на самом деле удивительно с демо падает зеркальная копия я раньше думал что с демо падает перезарядка но видимо я ошибался собственно ловушка газа полезная ловушка она скорее как защитная идет потому что вы ее используете и от нее убегаете собственно вор убили мы его нашли переход на следующий уровень также видим вора он нам дает кольцо кольцо непонятно что представляющее оставляем по некроманду для того чтобы он умер а у нас собственно дублирующее кольцо непонятно что за кольцо вообще это поэтому сложно сказать что ты будешь сделать нам не хватает скорости мы убиваем имя некроманта из того что мы убили собственно некромант его скелет взорвался и нанес урон собственно вот этому скелету обычного наш персонаж проголодался давайте его покормим нашли переход на следующий уровень это неплохо нам подсказывают что где-то здесь ловушка находится но мы ее пока не видим это сигнальная ловушка можно посигнализировать ребятам чтобы они проснулись гнида собственно мы видим стража давайте попытаемся сбросить из-за того что у нас медленная скорость мы от него не то что не убежим да у нас получилось его сбросить собственно уровень нам дали но очки действия будут доступны на следующем этапе а собственно мы видим ключ видим скелеты давайте попробуем их убить убили одного разрыв дистанции и стреляем по второму убили второго присутствует ключик открыли дверцу и зашли видим тут не оснесли предметов меч подчинения в целом он неплох меч подчинения имеется тут также присутствует ловушка и меч подчинения как раз на ней лежит что удивительно давайте расщепим боевой топор собственно меч подчинения конечно интересная штука давайте заберем метательное оружие кольчужную броню и наступим на ловушку расщепим кольчужную броню меч подчинения хотелось бы использовать и наверное это даже будет лучшее решение в данный момент давайте его переоденем собственно это у нас чемпион антимагический то есть это маг антимагический чемпион на самом деле звучит смешно собственно мы прокляли с помощью меча подчинения мы его подчинили тем самым мы его как бы прокляли но кстати почему-то наш сладей бьет что удивительно чем оригинал давайте его попробуем сбросить не знаю получится не получится нет не получилось еще там один некромантик некроманты с неким шансом вам могут дропнуть ну понятно причина бить именно некроманты потому что нам нет смысла драться против мы смогли подчинить некроманта и у нас этот тоже 14 оказался в этом вопрос конечно не комант играет на нашей стороне поэтому мы сейчас будем расстреливать скелета для того чтобы продвинуться дальше мы вверху еще не исследовали как видим мага давайте подберемся начинайте зелье силы мы видим то что здесь присутствуют отравляющие ловушки эту комнату вообще можно пройти с помощью нескольких способов ну цепи это один из способов который можно пройти второй способ это просто залить все водой с помощью зельев воды также можно элементарно взорвать сундук например с помощью камня взрыва ну не камня взрыва бомбы вы кидаете бомбу она взрывается и с помощью телекинетического захвата его перетягиваете ее к себе содержимое также можно самый банальный способ это пролевитировать который мы скорее сейчас и будем использовать единственная проблема в том что у нас нет места в данный момент поэтому нам нужно что-то что нам поможет давайте переоденем оружие выложим меч одно место у нас присутствует давайте включим левитацию заберем зелье силы и выпьем зелье силы зелье силы у нас 14 и тем самым у нас 14 силы мы можем использовать любое из представленных оружий которое у нас присутствует у нас некромат некромат видите течет мы нашли также комнатку с метательными оружиями с большим количеством давайте собственно выкинем этот меч он нам больше не понадобится мы видим собственно некроманта давайте его расстреляем на расстоянии мы убили некроманта давайте выкинем броню пластиничную хотя в идеале конечно ее бы опознать но у нас нет пока с вами такой возможности меч кстати можно было расщепить я что-то не подумал воздушные уровни собственно тут пьедестал пьедестал как вариант тоже можно использовать для этого можно притащить тех же скелетов например или того же некроманта но опять же его надо найти этого некроманта собственно еще одна кожаная броня давайте ее расщепим еще некоторое количество монет получили как видите мобов тут что-то как-то не завезли у нас уже 16 из 20 я вроде нажимал эти о видим одного скелетика давайте подождем момент когда он до нас доползет убедимся в том что скелет нас не видит и пойдет за нами пойдет за нами один скелет есть еще пару штук осталось давайте поищем хотя бы кого-нибудь видим вора отлично куда ты убежала ситуация плохая потому что мы невидимые два хода в принципе раз два дема не получится протянуть поэтому нам придется его убить руками зеркальные копии падают видим вора агреного на себя и уходим случайно в невидимость ну блин но на самом деле нам нужно чтобы он нас увидел нам просто скажем так везет очень сильно из-за того что мы нашли маскировку это прям асперком травы восстанавливающие шаги это вообще имбаланс не терп опа отлично это вдохновленный чемпион чтобы вы понимали он нас потерял из виду из-за этого вдохновленный чемпион хочет с нами подраться пошли по чемпиону пошли 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 давай давай блин тупанул не надо было его отбрасывать у меня сая отталкивания а я его выбросил зачем-то ну не суть важно давайте выбросим тогда все остальное чтобы она нам не мешало лишний мусор по что касаемо кольца оно непонятно что из себя присутствует поэтому сложно сказать давайте подождем еще хотя бы одного но бы нам что-то откроем как тут много народу давайте идем со мной все идем за мной друг скелет проснись давай 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 как за ручку и ходите знаете блин нас вообще собственно у вас максимально давайте выпьем у нас еще росинка нарисовалась а можно качаться на текущем до 18 но вот с демом конечно лучше не шутить он вам в лицо напихает много урона поэтому от дема лучше держаться подальше видим микромонта давайте по возможности попытаемся притянуть к себе микромонт ну выключай тормознутость а ну вот вы сами видите некромант просто скелета запихнула в другую сторону а сам встал с одной стороны микромонт пошли но он неудачно стоит скажем честным давай давай молодец плюс один а некромант ушел да пытаемся доставить сюда вора проблема в том что мы по нему не можем стрелять потому что если мы по нему выстрелим он погибнет видите собственно мы получили кнут кнут дружелюбия но на самом деле дружелюбие не самое полезное зачарование на кнуте но все нам нужно двигаться в сторону выхода выход у нас вверху давайте проберемся в сторону в сторону а собственно все а мы еще не забрали тут еще два как ты меня увидел чудо дм ну вы сами видели шум и дм у меня еще за километр увидел ну с магом драться надо в мели с магом особо подраться не получится по-другому мы опознали палочку на тоже плюс один собственно как то так ладно по кнуту пока все непонятно кольцо тоже не ясно ну кнут хотелось бы кашку использовать носа и будет более эффективно если у нас есть отталкивание поэтому всем большое спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока